Министр спорта России и глава Республики в Москве обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры Карачаева-Черкесии. Срочники теперь будут проходить службу в пограничных управлениях. Совет Федерации одобрил закон о праве граждан проходить службу в составе ФСБ России. Он прошел путь от рядового хирурга до главного врача. Его многолетняя деятельность – достойный пример. Не стал известного доктора Назира Лабжанидзе. Достопримечательности разных эпох. Десять лет этнографическому музею Карачаевской подворья на Медовых водопадах. Чем он улекален и как отметили юбилей. Здравствуйте на телеканале Россия 24. Вести Карачаева-Черкесия. В студии Дарья Тензит. Вопросы развития спортивной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии обсудили в Москве министр спорта России Михаил Дегтярев и глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. В первую очередь руководитель республики поблагодарил министра и всю команду Минспорта России за эффективное сотрудничество и за поддержку в вопросах развития физической культуры и спорта в регионе. Михаил Дегтярев также отметил активную работу республики по реализации федеральных и региональных программ в Карачаево-Черкесии. В ближайшее время в республике планируют провести в эксплуатацию еще 11 объектов спорта. Рашид Семрезов обратился к министру с просьбой поддержать республику в вопросе реконструкции важных спортивных объектов для массовых занятий спортом. В частности, Дворца спорта «Спартак» и здание спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесии. Кроме того, стороны обсудили вопрос создания федерально-спортивного тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд России в Карачаево-Черкесии в условиях высокогорья. Военнослужащие по призыву теперь будут проходить службу пограничных управлений, находящихся в северо-западном, дальневосточном и северо-кавказском федеральных округах. Совсем скоро погранзастава в Учкулане примет ребят, которые будут проходить срочную службу. О том, какие условия созданы, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь созданы комфортные условия для прохождения службы по призыву. В этих живописнейших местах сейчас проходит службу ребята по контракту. Полностью укомплектованы спальные помещения, где также есть свои санузлы. А вот так выглядит столовая погранзаставы, где совсем скоро будут обедать срочники. В кабинете для занятий установлены проекторы и стенды с важной информацией. Новобранцы будут проходить службу на этой погранзаставе впервые, с полным обеспечением всем необходимым. Условия созданы уже в полном объеме. То есть подготовлены комнаты, спальные помещения, скажем так, для военнослужащих по призыву. С весна 2024 подготовлена комната бытовых служб, комната и сучильные комнаты, столовая. Все оборудовано полностью необходимым инвентарем и всем необходимым имуществом. А вот так уютно обставлена комната отдыха для военнослужащих, где каждый может провести свободное время за чтением книг и игрой в шахматы. Особо можно выделить музейную комнату, где собраны уникальные материалы пограничниками. Часто музей посещает учащиеся общеобразовательных учреждений, которым проводят здесь экскурсии и рассказывает о значимости службы в пограничных войсках. Цель создания данного музейного образования являлась сохранить небольшую историю непосредственно данного подразделения. Больше рассказ о ней здесь. Цель, значит, активно работает пограничное управление со школьниками, соответственно, привлечение здесь сюда молодежи, чтобы можно было рассказать им. Рассказать о их небольшом ауле, крае непосредственно деятельности пограничников, что здесь непосредственно и собран. Сейчас на погранзаставе проходят службу военнослужащие, которые заключили контракт с пограничной службой ФСБ России. На территории есть спортзал и спортивная площадка, где в свободное время ребята уделяют особое внимание физическому развитию. Для контрактника предоставлено жилье, где они проживают со своими семьями. Условия на заставе очень хорошие. В 2021 году начал проходить службу по контракту здесь, попал по распределению. Условия, как я сказал, уже хорошие. Предоставляется служебное жилье, квартира, также со мной проживают дети, жена, есть школы и детские сады. Погранзастава в Учкулане является своеобразным городком, где есть все для прохождения службы и уже совсем скоро этой осенью здесь появятся первые новобранцы. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Автоинспекторы Карачаева, Черкесии провели в курортном поселке Архыз оперативно-профилактическое мероприятие, уделив особое внимание сфере оказания услуг туристам. Подробности в сюжете корреспондента Артура Махце. Пока одни в Карачаево-Черкесии наслаждаются красотами горных пейзажей, другие заняты обеспечением безопасности на автодорогах. Оперативно-профилактическое мероприятие полицейских в курортном поселке Архыз было направлено в первую очередь на проверку качества предоставляемых туристам услуг. Тем более, что аренда квадроциклов как автомобилей повышенной проходимости пользуется здесь огромным спросом. В первую очередь обращают внимание на использование ремней безопасности, использование мотошлемов, а также техническое состояние всего выдаваемого автотранспорта. В ходе выявления административных правонарушений устанавливается собственник, с ним проводятся профилактические беседы. Если имеется административное правонарушение, то он привлекается к административной ответственности. Профилактическим беседам с владельцами внедорожников, участвующих в организации джиппинга, было уделено особое внимание. Все-таки далеко не каждый собственник квадроциклов или его персонал соблюдают существующие требования, следят за состоянием транспортных средств. А ведь неисправность авто может привести в том числе к трагическим последствиям. Наличие лицензии, контроль технического состояния внедорожников, их обслуживание, предрейсовый медицинский осмотр – это и многое другое должно быть в полном порядке. Общались дорожные полицейские с туристами, которые решили разнообразить свой отдых экстремальной поездкой по бездорожью. Объясняли им правила пользования квадроциклами. К примеру, что ремни безопасности – это неформальный атрибут, а чаще всего жизненная необходимость. Рема необходимы? Да. Но проверяли, допустим, обслуживающая организация, спрашивала, например, есть ли у вас… Права? Да, права. Наличие возможности управлять транспортным средством? Да, спрашивали. Да. А то, что у транспортного средства нет номеров, ну понятно, что это не туристов вина. Ну да, как бы мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. В ходе последних рейдовых мероприятий было выявлено 28 административных правонарушений. Из них по использованию ремней безопасности 5 нарушений, использование мотошлемов было, и 4 транспортных средства было направлено на прекращение регистрации в связи с изменениями в конструкцию кузова. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством России. Артур Макцелий-Бастанов при содействии Пресс-службы регионального управления МВД. Вести, Карачао-Черкесия, Архыз. Продолжаем выпуск. Он был признанным профессионалом медицины и посвятил себя служению родной республике. 46 лет назад, дав клятву Гиппократа, он остался верен ей до конца жизни. Он был признанным профессионалом медицины и посвятил себя служению родной республике. 46 лет назад, дав клятву Гиппократа, он остался верен ей до конца жизни и стоял на страже здоровья людей. Не стало известного доктора Назира Азретовича Лабженидзе. От лица медицинского сообщества Министерство здравоохранения Карачаева-Черкесии выразило искреннее соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной заслуженного врача Карачаева-Черкесии. Назира Азретович не дожил до своего 76-летия чуть больше месяца. О жизни и судьбе человека, который оставил яркий след в репортаже Алладинаевой. Он прошел путь от рядового хирурга до главного врача. И многолетняя деятельность Назира Лабженидзе достойна пример большого трудолюбия и ответственного отношения к своему благородному призванию в верности клятве Гиппократа. Он по праву снискал авторитет в медицинском сообществе и признание многочисленных пациентов. Сразу по окончанию учебы в Ставропольском государственном медицинском университете Назир Лабженидзе приступил к работе врача-хирурга в Хабецкой районной больнице. С 1980 года трудился в Карачаевске. Сначала хирургом, а с 1995 года главным врачом. Он всегда содействовал применению научных, теоретических достижений на практике и, несмотря на загруженность административной работой, продолжал лечить людей на высоком профессиональном уровне и пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и населения. Вклад в медицину Назира Азретовича был отмечен и на государственном уровне. Ему присвоили звание «Заслуженный врач Карачаева-Черкесии». Назира Азретович был настолько всесторонне развитый человек. Для него, допустим, та же литература классическая, российская, от поэта Пушкина, Гончарова, Лермонтова, тот же Сенеков, философы, Плутарх, также Ярослав Гашика возьмешь, или Ремарка. Он вообще все эти книги читал, он знал такие авторы, которых я никогда и не слышал, если честно сказать. И он всегда цитировал, он на память много знал из тех произведений, которые он читал. С ним было всегда интересно общаться, у него можно было всему научиться. И самое удивительное для меня было знание карачаевского языка у Назира Азретовича. Я, например, в среде всех знакомых моих не было такого человека, которым знал карачаевский язык совершенно, как Назира Азретовича. Откровением для меня было знание его языка. Кроме этого, будучи уже 40 с лишним лет стажем врача, я видел, как он общался со своим внуком Артуром. Он знал материал институтский, начиная, вот анатомию от костей начинал и кончая высшей нервной деятельностью человека. Он владел всеми вопросами. Он владел вопросами физики, химии, школьным материалом, институтским материалом. Был разносторонний, вообще энциклопически образованный человек был. Всегда вот эти молодые специалисты наши, особенно хирургического профиля, всегда находили у него поддержку. Он неоднократно, вот в моем присутствии, в тяжелых случаях всегда проходили разбор. Он всегда детально изучал вопрос, объяснял этому врачу действия. Он с тех же врачей всегда требовал. Прежде чем идешь на какую-то операцию, возьми по-новой, прочитай это в учебнике, изучи материал. Он сказал, вроде ты все знаешь, но это нельзя знать, можно всегда забыть. Работали с 2011 года, считайте, 12 лет мы вместе поработали. У нас были разные кабинеты, а потом мы предложили главврачу, чтобы он дал нам один кабинет. И мы все эти 10 лет вместе работали в одном кабинете, хотя могли и находиться в разных помещениях. С ним было интересно всегда. С будущей супругой Раисой Джумалиевной Назир Лабженидзе познакомился еще на первом курсе мединститута. Вместе они прожили 54 года и вырастили сына и двух дочерей. У них шесть внуков. Династию врачей продолжили дочь Асиад, внук и невестка. Один из внуков отслужил и получил медаль участника СВО. Другой внук в настоящее время проходит срочную службу в рядах российской армии. Я приехал в Карачаевскую больницу в 2003 году. Тогда он меня определил в реанимационное отделение. Под его руководством я начал уже в реанимационном отделении. Конечно, мы все на него равнялись. Его спокойствию, его уму, его таланту, который он мог выйти во время операции из любых сложных ситуаций. Он никогда не паниковал во время операции. Он, наоборот, там, если мы начинали паниковать, что-то не так, говорит, а что вы паникуете? Все будет нормально. Это были его слова. Когда мы молодые доктора, мы не могли сами больного интубировать, вводить наркоз. Он сам и работал анестезиологом долгие годы. Он сам уже нам помогал, как это все делать. Конечно, я последовал его примеру. Я очень благодарен судьбе, что мне посчастливилось с ним поработать. Он один из самых человечных людей, который мне посчастливилось встретиться, который меня всегда учил спокойствию, размеренности, быстрее принимать решения. Он всегда говорил, вечером думаешь, находишь 100 вариантов ответов, и из них один должен быть самый один оптимальный. Назир Лапженидзе был светлым, отзывчивым и добрым человеком. Умел дружить и всегда был готов прийти на помощь. Я считаю, что мне повезло. И вообще мне везло. И с семьей мне везет, и с коллегами, и с коллективами. И штормовое предупреждение от МЧС по республике. В Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом с сильным ветром, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Награда нашла своего героя. Совсем недавно на вечное хранение семьи Хайеркизовых передали звезду Героя России, которой был награжден наш земляк Кичебатыр Хайеркизов в 1995 году посмертно. О том, почему награда задержалась в столице и подвиги молодого партизана, нашему корреспонденту Белли Джозаевой расскажет его племянник Рамазан Хайеркизов. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.